Точка, поставленная в документах о закрытии Шуваловской свалки, наяву оказалась лишь многоточием. Несмотря на заявление властей Ленинского района о закрытии Шуваловской промзоны, она продолжает функционировать. Как говорят местные жители, свалка продолжает гореть и, как следствие, травить людей. Ну а мусор везут до сих пор. Ну вот мы снова находимся на Шуваловской свалке. Вот там мешки салафановые, бетонные конструкции, холодильник, вот это ящик непонятный от чего, вывески вот с какой-то организацией буквенные. Вот что это за вывески, что это за сеть какая-то непонятная, торговая. Вот там вот взять вон строительный мусор. Вот она, свежая куча гипса. Это самый настоящий свежий гипс, который чистенький. Такое чувство, что сломали стенку. Всякие разные тазы, ведра, линолеум. Воз мусора так и происходит. Хотя Ленинская администрация пишет, что мониторинг они ведут, что воз мусора прекратили. Вот, все то же самое, что было и раньше. Ничего не меняется с вами. Информация, что мусор туда заводится, не поступала. То есть было написано письмо в отдел полиции номер 3 о проведении рейдов. То есть рейды проводились, соответственно, с сотрудниками ГОЧа, с администрации района, с сотрудниками полиции. То есть фактов сброса мусора на территории Шуваловской промзоны не зарегистрировано. Видать, свозят в такое время, когда люди спят. Или когда рассветает, под рассвет привозят, сбрасывают. Или поздно ночью, когда темно. Мусор вот на эту свалку, как он попадает? Не знаю. Я полгода работаю, ни одной машины нет. Я знаю, что в том году, в сентябре, когда она загорелась, ее закрыли. Смотрю вот на этот, вот, КамАЗ СМУ-153. Вот мы когда были, они возили там же мусор. Там засыпали, тушили пожар. Тушили пожар. И вон они мали экскаватор для того, чтобы засыпать. Ну и сейчас вот она опять начинает дни. Был очень сильный густой черный дым. Это был реально поджог. Появился новый мусор, а вечером уже подожгли этот мусор. Пожарные говорили, что где-то 100-150 квадратных метров здесь. Может, облили чем-то, потому что ни с того, ни с сего вот так вот загорелась большая площадь, но не может. Вот видите, это все было облито и подожгнуло. Вот горит, и видно, что это не из-под земли идет. Такой вот дым. Вообще дышать невозможно было. У меня, говорю, ребенок уже даже, она задыхается. Дым, вот весь дым, вот все сюда. Летел какой-то пепел. Весь частный сектор, он был в каком-то пепле непонятном, что это такое. Здесь горело. То есть, видимо, либо они уничтожали свои улики, потому что здесь стал появляться новый мусор. Ветеринарные сертификаты какие-то. То есть это из каких-то магазинов. Вот, смотри, видите, все ветеринарное свидетельство. Райд-центр. Вот, город Дзержинск. Уже возят с Дзержинска к нам. Мусор снова сваливает, горит свалка. Полезно. А почему вы закрываетесь? А почему вы закрываетесь-то? Вы что, закрываетесь-то везде? Жечь можно и жечь. А кто поджигает, не поймут, как это не вор. Администрация Ленинского района обещала потушить свалку до 1 июня. Засыпали горелой землей, перемешку с мусором. Компа была установлена, действительно, несколько дней тут заливали. Да, только результатов от нее нет, потому что жара стоит, лето наступило. Когда производили пролитие, а проводили пролитие не теми насосами, которыми нужно, надо проводить насосами мощными, которые подают под 10 и выше стволов, то можно было эту свалку залить максимум за неделю. Как видно, свалка продолжает дымить, тлеть, мы задыхаемся. Мы живем в частном секторе, здесь просто каждый вечер все в дыму. Дышать невозможно, окна не открыть, и дома уже просто все провоняло вот этой свалкой. Сегодня ночью так дымило, что у меня ребенок до 5 утра закашливался, блювало. Ребенку 11 месяцев. Она горит, вот мне 54 года, 54 года она горит. Приезжают, занимают администрацию, они тушат ее, и все. Ну, сейчас тушат? Не в курсе, вы же видите, что нет, сегодня не тушат. Администрация города упорно выделяет деньги на мониторинг, вот на что угодно, только не на пролитие. У нас получается так, что все контролирующие органы зря получают зарплату. Вот все. МВД мы не видим, МЧС мы видим, только ходит, проверяет и говорит, если это дым, это не наша епархия. Получается так, они подходят к дому, верят дым, говорят, да, мы тушить не будем, потому что дым. Огня-то открытого нету, так и здесь. Сейчас приходят письма ответа, приходят из Ленинской администрации, что здесь работают помпы, работают 5 единиц техники, что у них здесь все прекрасно. Ну, видимо, у них там прекрасно. У нас здесь далеко не прекрасно, все, как видите, все дымит.